Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! В соответствии с статьей 72 Конституции Чувашской Республики, глава Чувашской Республики ежегодно обращается к Государственному Совету Чувашской Республики с посланием об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики. Уважаемые депутаты и приглашенные! Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев! Глава Чувашской Республики Глава Чувашской Республики Глава Чувашской Республики Субтитры подогнали Симон. 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 В год 80-летия строительства Сурского и Казанского оборудованных рубежей мы погрузились в атмосферу суровых дней военного времени. Наряды с историками, пробеги исторических страниц трудового подвига, мужества и отваги наших дедов и отцов, бабушек и матерей восстанавливали воспитанники детских садов, школьники, студенты, жители деревьев, сел, городов и поселков. В республике проведены научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, акции, фестивали и конкурсы. Созданы документальные и художественные фильмы, литературно-художественные музыкальные произведения, изданы книги, разработан единый информационный портал. Таким образом, Чувашская республика стала первым регионом России, который системно подошел к вопросу увековечения памяти героев трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества. В республике установлена памятная дата – 28 октября, день памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Безусловно, настоящий массовый трудовой подвиг в тылу более чем 200 тысяч наших земляков – огромный и существенный вклад в приближение Дня Победы. Важно отметить роль тыловиков в запуске с колес эвакуированных заводов, не прекращающий труд на полях и в вивакогоспиталях. Мы должны продолжить сестраиную работу по популяризации темы трудового подвига в тылу как достойного примера служения Отечеству, как основу военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Знаковым событием, подтверждающим трудовой героизм и самоотвержденных наших предков в годы Великой Отечественной войны, стало решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина присвоить городу Чебоксары статус города трудовой доблести. Необходимо продолжить работу нам по популяризации темы трудового подвига в тылу через развитие школьных музеев, создание научного центра изучения архивных материалов, а также формирование постоянно действующих экспозиций как в национальном музее, так и в районах республики. Отмечая огромную роль в работе по названному направлению поисковых отрядов, выражая благодарность всем участникам поискового движения, считаю правильным пересмотреть размер грантов, направленных на поддержку поисковых отрядов и объединений, поручая Минобразованию Чувашии подготовить соответствующие предложения. Мемориал строителям безмолвных рубежей в Козловском районе, возведение которого намечено завершить летом текущего года, станет кульминационной точкой сборки всего спектра приведенных мероприятий своеобразным порталом, соединяющим современность с переживаниями суровых дней военных лет. Данная работа ведется в тесной связке с Российским военно-историческим обществом и Комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Уважаемые коллеги, мы с вами приняли закон о детях войны и договорились постепенно наполнять его конкретными формами материальной поддержки, что в принципе мы и делаем, ровно такие решения последовательно принимаем. Но видится правильным устранить несправедливость по отношению к труженикам тыла. Так сложилось, что ежемесячные выплаты ветеранам труда, которые являются несомненно заслуженными людьми республики, выше, чем у тружеников тыла. Считаю правильным как минимум их выровнять. Прошу Минтру Чувашии совместно с Винфином выработать соответствующее решение. 2022 год объявлен Чувашии годом выдающихся земляков. Тем самым мы с вами продолжим линию гордости нашими земляками, как теми, кто творил и созидал раньше, так и теми, кто достигает вершин славы и совершенства сегодня. Наши земляки, выдающиеся люди Чувашии, достойный пример для подражания, а их дела и достижения ярко демонстрации того, что все возможно, если ясно и четко видеть свою цель и твердо следовать выбранному пути, преодолевая препятствия и встречающиеся трудности. Рассчитываю на активную вовлеченность в процесс реализации запланированных мероприятий и инициирование новых проектов не только со стороны органов исполнительной и законодательной власти республики, органов местного самоуправления, но и со стороны всех институтов современного гражданского общества, жителей республики и представителей диаспоры других регионов. Одним из ключевых мероприятий, посвященных выдающимся землякам, станет запланированный форум земляков. На одной площадке соберутся земляки, достигшие высоких результатов в разных сферах, живущие в разных точках современного мира. Форум станет ярким украшением Дня Республики и демонстрацией главного ее богатства – людей. К слову, наш классик и основоположник новой чувашской поэзии Михаил Сейспель в стихотворении «Пашня нового дня» предсказал будущее родного народа, полет нашего Андриана Николаева в космос. Еще в прошлом году были выделены средства на актуализацию проектно-смертной документации мемориального комплекса Андрея Николаева, однако работы ведутся, как говорится, ни шатко, ни валко. Минкультуре Чувашии в кратчайшие сроки предстоит решить все формальности и совместно с Минстроем Чувашии запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования будущего. Мы по праву гордимся богатейшим культурным наследием и традициями народного искусства всех народов, проживающих на территории Республики. Уже второй год работаем над реализацией программы сохранения, изучения и развития чувашского языка. Необходимо создавать условия для культуры, традиций и родных языков всех национальностей и народов, проживающих на территории Республики. Особенно важно не просто вспомнить про то, что я сейчас говорю, а наладить системную работу в названной сфере, особенно в объявленный президентом страны год культурного наследия народов России. Начатая нами работа в рамках вышеназванной программы заложила хороший фундамент. В частности, создана Национальная школа вышивки, где обучаются, как говорится, и стар, и млад со всей Республики. В рамках празднования Дня вышивки два года подряд мастерями вышивки создавались шедевры. В 2020 году Сурбан Перле, в 2021 году Вышитая карта Чуваш. Это вдохновило нас на создание Вышитой карты России. Мы получили поддержку коллег из федерального правительства и обеспечили вовлечение в данный проект всех регионов России. Вышитая карта России – это приглашение к дружбе и к добрососедству, возможность соединить красной нитью любовь к родине, времена и судьбы, территория и события, прошлое и настоящее народов России. Прошу Минкультуру Чувашии обеспечить четкое и современное администрирование намеченных мероприятий. Мы все понимаем, что современная инфраструктура, культурного пространства одинаковая для города и села является основой устойчивого и гармоничного развития общества. Для этого правительственной республике направляется беспрецедентно в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции. Объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультурой Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской республики за четыре года увеличились в два раза. В 2020 году они составили 3,8 миллиарда рублей, в 2021 году – 4,4 миллиарда рублей. Сегодня я обращаюсь к вам со стены обновленного здания Чувашской государственной филармонии. В прошлом году мы ценой невероятных организационных и финансовых усилий поставили точку в истории ее реконструкции, древшейся с 2008 года. Переды целый ряд амбицированных проектов, в их числе реконструкция Чувашского государственного театра оперы и балета. В настоящий момент с фондом Дом.РФ подписано соглашение о сотрудничестве и перед Минкультурой Чувашии совместно с Минструем Чувашии стоит задача воплотить в жизнь этот проект до 2025 года. Кроме того, в этом году мы объявляем о старте пяти летки строительства ежегодно не менее пяти новых сельских домов культуры и проведения капитального ремонта не менее десяти, а также строительство учреждений культуры клубного типа модульным исполнением. На данное направление в законе о бюджете заложено 318 миллионов рублей. Чувашия активно включилась и уже вошла в семерку лучших регионов страны по реализации масштабного президентского проекта «Пушкинская карта», который позволяет детям и молодежи бесплатно посещать учреждения культуры республики. Безусловно, реализация пушкинской карты должна быть активно продолжена и в этом году. К тому будет способствовать создание новых произведений и постановок. Для достижения этой цели были увеличены гранты учреждениям культуры как в количественном, так и суммарном выражении. Образование, обучение, воспитание, основанные на культурных и исторических ценностях, являются фундаментальной основой формирования и воспитания гармонично развитой, здоровой и социально ответственной личности. В республике изданы учебники для начальных классов по изучению родного языка. В Министерстве образования важно эту работу продолжить и дальше наполняя перечнем учебников для всего учебного процесса. При этом главной целью в данном вопросе для нас является создание равных условий для изучения родного языка, истории и культуры родного края для каждого ребенка вне зависимости от места его проживания, национальности и вероисповедания. Нам в этом помощь сформулирована Федеральным центром задачи на 2022 год в школьном образовании. Это внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, главной миссией которых является формирование гражданина, конкурентоспособного в глобальном мире и большого патриота своей страны и малой родины. Думается, что мероприятия, посвященные выдающимся землякам, станут дополнительным ресурсом для реализации этой миссии. В прошлом году мы поставили задачу начать строительство пяти школ. Наши планы были основаны на запускаемых федеральных программах и инструментах. Однако, легко слово говорится, на деле возникает множество нюансов. Во-первых, затянулось определение четких и конечных критерий запуска программы. Во-вторых, не менее существенным стало неисполнение взятых на себя обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны застройщиков по должной подготовке и оформлению земельных участков для строительства школ, разработке и утверждению проектно-сметной документации. В прошлом году нами проделана большая работа над ошибками. В итоге, на текущий момент мы имеем подтверждение финансирования на школу в микрорайоне университетский город Чебоксары на 2023-2024 годы. Считаю целесообразным рассмотреть возможность начала строительства названной школы уже в этом году с планами завершения его в следующем. Прошу Минстрой Чувашии совместно с Минфином и Минобразованием Чувашии проработать данный вопрос. В рамках программы комплексного развития сельских территорий должно начаться строительство школы в Мариинском посаде с завершением работ в следующем году. Утвержденная по поручению президента Владимира Владимировича Путина программа строительства 1300 школ с участием Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ позволит республике претендовать на строительство семи школ. Это школы микрорайонных «Акварель», «Радужный», «Солнечный», «Новый город», 14 микрорайонных городов Чебоксары, а также «Кугесии» и «Новочебоксар». Естественно, это зависит от того, насколько мы с вами расторопно поработаем. Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом выше 50%. Всего мы модернизацией охватили 53 школы, 35 детских садов и 3 детских оздоровительных лагеря. На это было направлено более 2 миллиардов рублей. Главный цель этой работы – создание единой экосистемы образовательного процесса творческого и спортивного развития ребенка. В этом году по поручению президента России аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская республика заявилась на 2002-2023 годы 31 школой. На этой цели нам уже выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Минобразование Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручаю активно и слаженно доработать вопрос включения еще 78 школ, которым также требуется капитальный ремонт, в перечень объектов на 2023-2025 годы. Кроме того, в зоне внимания остаются школы с высоким износом, но не подпадающие под названные программы. Как следствие, требующие строительства новых корпусов. Это школы в селе Чурачеке Севильского района, в селе Янгличе Канарского района, в деревне Арабоси Урмарского района, в селе Семасии Чуварли Алатовского района. Наша задача предпринять все усилия для обеспечения должного образовательного и воспитательного процесса в названных школах и используя федеральные инструменты и механизмы, а также внутренние, республиканские и муниципальные возможности в ближайшие три года запустить их строительство. В процессе образовательной деятельности мы должны идти по пути как можно раннего определения способностей и наклонностей ребенка выявить тех детей, которых принято называть одаренными. А саму систему школьного и профессионального образования выстроили таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики регионов в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации. В этом процессе важна тесная работа вузов, учреждений, профобразования, предприятий и школ. Минобразование Чувашии совместно органов и местного соуправления предстоит реализовать в этом году масштабный профиориентационный проект УПК-21. Это учебно-производственные классы, направленные на создание условий для получения первой профессии уже со школьной скамьи. Проект пока запущен в школах города Чебоксары по сетю профильных классов по направлениям педагогика, медицина, сельское хозяйство, машиностроение, электроэнергетика и IT. Необходимо расширять географические границы проекта, в идеале охватив каждое муниципальное образование. Поручаем именно образование Чувашии продолжить данную работу с учетом запускаемого в 2022 году крупномасштабного федерального проекта «Профессионалитет», а также разработать и реализовать комплекс мероприятий по привлечению выпускников в школ для продолжения образования в вузах и в учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории Чувашской республики. С 2018 года успешно развивается в Чебоксарах кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова, который по праву в настоящий момент является авангардом кадетского движения республики. В целях повышения престижа кадетского корпуса и его соответствия с стандартом других аналогичных учреждений мы с прошлого года организовали обеспечение всех кадет бесплатным горячим питанием и обмундированием. Но наша задача продолжить работу патриотического воспитания. И центром компетенции, и координирующим звеном работы по патриотическому воспитанию признан стать Центр Авангард, который раскроет свои идеи для круглогодичных сборов уже в этом году на базе лагеря «Звездный» в Севельском районе, где круглогодично будут проводиться пятидневные сборы под руководством опытных специалистов на основе методических рекомендаций Министерства обороны. Считаю также необходимым через обновление инфраструктуры республиканских детских и оздоровительных центров продолжить практику создания специализированных центров развития детей. К примеру, лесная сказка, санаторно-курортное лечение, белые камни – образовательный туристический центр и центр спортивного туризма, росинка – физкультурно-спортивное направление и, возможно, через единые координирующие органы следует обеспечить их деятельность по единой идеологии. Прошу Минобразование, Минспорт и Минздрав Чувашии проработать данный вопрос и представить соответствующее предложение. Мы прекрасно понимаем, что одним из ключевых факторов, влияющих на качество образования, являются укомплектованность образовательных организаций высокопрофессиональными педагогическими кадрами и мотивация самих педагогов. Прилагаемый Минобразование Чувашии подготовит предложение о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающих введение стимулирующих выплат для педагогов, осуществляющих наставническую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях, распространяющих передовые педагогические технологии, оказывающих методическую помощь коллегам. Существенная активизация требуется в работе правительства в области молодежной политики. При этом важно отметить, что молодежь Чувашии очень активна. По итогам прошлого года Чувашия вошла в топ-5 по количеству выигранных грантов Росмолодежи. Мы входим в топ-10 по количеству зарегистрированных волонтеров в единой информационной системе Добро.ру. Сегодня в волонтерском движении более 65 тысяч человек. Я выражаю слова благодарности всем волонтерам. На сегодняшний день их деятельность бесценна. Волонтеры первыми приходят на помощь нашим врачам, пожилым, тем, кто остро нуждается в поддержке. Будущее, несомненно, за сегодняшней молодежью. Поэтому очень важно обеспечить вовлеченность молодых людей во все процессы жизнедеятельности, выработку важнейших решений и не менее значимо создавать условия для их разностороннего развития и креативной деятельности. Считаю необходимым создание в Чувашии площадку под условным названием Дом молодежи или Центр молодежного развития, который мог бы объединить основные направления реализации молодежной политики, выступить центром компетенции проектной и креативной деятельности молодежи, стать площадкой для проведения мероприятий различных направлений и масштабов. Прошу Минобразование Чувашии про работу данных вопросов администрации города Чебоксар. В минувшем году мы повысили предельный возраст для получения специальных стипендий главы республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность до 35 лет. Учитывая, что размер стипендий не индексировался с 2009 года, считаю правильным повысить ее до 2500 рублей. В 2021 году в России составилось знаковое событие – перезапуск российского общества знания с целью создания передового образовательного пространства. В этом году в рамках празднования Года выдающихся земляков предлагаю запланировать проведение регионального марафона знаний совместно с филиалом Российского общества знаний в Чувашской республике. С его помощью наша молодежь получит возможность на современной платформе повысить свои компетенции в необходимой выборе индивидуальной траектории развития. Одну из лекций предлагаю посвятить нашему земляку, кораблестроителю с мировым именем, академику Алексею Николаевичу Крылову. Не обходит стороной молодежь и один из главных бичей современной Чуваши. Республика, к сожалению, занимает четвертое место в стране по доле занятого населения, выезжающего на заработки в другие регионы. Поэтому в числе главных задач правительства – создание условий для развития и самореализации личности, поддержка предпринимательских инициатив, формирование комфортной и безопасной среды обитания, социальная помощь гражданам. Одним из ключевых фундаментальных условий решения названных задач являются повышение инвестиционной активности и развитие экономики. Создание условий для развития бизнеса по принципу «каждая бизнес-идея» должна быть подхвачена и в случае необходимости поддержана в нужной форме в нужное время. Для координации деятельности существующих организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в прошлом году создано Агентство инвестиционного развития Чувашки Республики. Сегодня уже запущен обновленный инвестиционный портал, который по принципу «одного окна» гарантирует равный доступ возможностям к каждому потенциальному инвестору. Ключевая задача электронной площадки как единого цифрового контура для бизнеса в упрощении процедуры получения услуг и сокращении сроков их оказания, что позволит сэкономить время и средства инвестора и обеспечить прозрачность процесса оказания услуг. Инвестиционный портал должен стать цифровым помощником инвестора, который соберет на единой площадке органы исполнительной власти, муниципалитеты и иных участников инвестиционного процесса. Портал сосредоточит также все формы государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые будут доступны через личный кабинет. Актуальным остается вопрос качества инвестиционных проектов и команды, реализующей инвестиционную стратегию. Минэкономразвитие Чуваши необходимо держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов. Необходимо в кратчайшие сроки реализовать пакет мер по запуску механизма поддержки инвесторов на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Видится целесообразная реализация проекта капитального бизнеса, задача которого – активизировать системное развитие предпринимательской активности в муниципалитетах, исходя из имеющихся на каждой территории возможностей и перспектив рынка. Работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, снижению административного давления на бизнес – это ключ к эффективному решению системных проблем всей деловой среды и экономики как республики, так и отдельно взятой территории муниципалитета. Считаю также необходимым, по аналогии с днем приема граждан, в органах власти ввести практику проведения единых приемных дней для предпринимателей. Частные инвестиции, как правило, идут туда, где созданы не только благоприятные условия административного характера, но и надежная, функционирующая и доступная инженерная, коммунальная и социальная инфраструктура. В прошлом году бюджетные инвестиции в названную сферу увеличились на 40%. В ближайшие три года за счет средств республиканского бюджета высвобождающихся в процессе реструктуризации бюджетных кредитов и иных инструментов в соответствии с решениями президента страны бюджетные ассигнования по данному направлению вырастут еще больше. Правительству Чувашьей республики важно очень эффективно использовать эти средства как для создания благоприятных условий для жизни населения, так и для стимулирования частных инвестиций. Кроме того, в целях содействия развитию некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространению новых технологий и лучших практик в социальной сфере, поручаю Минэкономразвитию Чуваши организовать ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который должен стать элементом инфраструктуры поддержки организаций некоммерческого сектора и социального предпринимательства. Стоит обратить внимание и на Институт самозанятых. С момента его введения в Чувашьевскую республику, это с 1 июля 2020 года, такую форму осуществления трудовой деятельности выбрали почти 30 тысяч человек. К тому же в настоящий момент самозанятые, как и все субъекты малого и среднего предпринимательства, могут претендовать на все виды государственной поддержки. Недавно председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин дал поручение выработать систему поддержки личных подсобных хозяйств через Институт самозанятых. Напомню, ранее действовавшая программа поддержки личных подсобных хозяйств закончилась, да и в правом поле нет такой формы хозяйствующего субъекта. Правительство Чуваши в течение двух последних лет поддерживает личные подсобные хозяйства через субсидии на крупный рогатый скот. Считаю, что в Министерстве Хозу Чуваши необходимо выработать системные меры поддержки личных подсобных хозяйств в соответствии с решениями правительства Российской Федерации. Наша задача создавать такие условия, чтобы они могли развивать свой бизнес, встраивать их как в региональную, так и в глобальную товаропроводящую цепочку, чтобы в дальнейшем они стали успешными предпринимателями и добросовестными работодателями. Продукция агропромышленного комплекса в Чувашии в последние годы получает все большее признание у зарубежных потребителей. Это еще раз доказывает, что необходимо масштабировать рынки сбыта востребованной продукции и на кооперационных принципах вовлекать в процесс производства сырья мелких товаропроизводителей. Новую возможность открывает в данном направлении проект «Агропрорыв», поддержанный куратором Приворского федерального округа, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Уверен, этому способствовало то, что представленный проект во многом отвечает вызовам современности в части импортозамещения, позволяет реализовать поручения президента по наращиванию производства экологически чистой продукции и сокращению импортной зависимости. Наша задача – незамедлительно действовать в направлениях импортозамещения в производстве племенного скота, инкубационных яиц, хмеля, семян картофеля и овещений. Для этого следует создать научно-лабораторный комплекс племенного животноводства, включающий в себя лабораторию геномной селекции трансплантации эмбрионов, начать работу над реализацией проекта строительства высокотехнологичного плем-репродуктора второго порядка мощностью 50 миллионов штук инкубационного яйца в год. Это позволит обеспечить потребности птицефабрик Чувашии и на 36% покрыть потребность предприятий всего Приворского федерального округа. Продолжить работу над созданием производственно-технологической инфраструктуры для развития хмелеводства. Это даст нам возможность закрепить статус региона лидеров производства зеленого золота России. Создать специализированную площадку по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, а также ускорить создание отечественных семенных сортов картофеля в хозяйствах республики. Для расшивки вопросов продвижения продукции мелких ТВ-производителей следует ускорить процесс создания агромаркета, призванного обеспечить как прямую коммуникацию с потребителем, так и использование дистанционных форм продаж. Исходя из сформулированной идеологии правительства, мы перерабатываем все, что производим в республике, считаю необходимым продолжить курс на оказание государственной поддержки в наращивании мощностей перерабатывающих предприятий и реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции с организацией производства новых товарных групп. В частности, предлагаю вдвое увеличить объемы финансирования проекта «Агростартап», дополнив федеральный механизм финансирования республиканских, а также сохранить в этом году в рамках гранта «Перспектива» поддержку ягодоводства. Учитывая многочисленные обращения селян и то, что в республике много неиспользуемых водных ресурсов, считаю нужным шагом включения в эту программу развития аквакультуры. Реализуя меры поддержки отрасли сельского хозяйства, мы с вами должны ясно понимать, что развивая отрасли, мы создаем фундаментальные основы и условия для повышения качества жизни на селе и развития села. При этом, учитывая, что именно село является хранителем традиционного культурного уклада, тем местом, где люди сохраняют язык и обычаи своих предков, создаем основы для развития другого значимого направления – туризма. Вне всякого сомнения, туризм является важным треком, как это принято сейчас говорить, в привлечении внимания к нашей республике, к ее брендированию и привлечению дополнительных инвестиций в индустрии госеприимства и потребительский рынок. В связи с этим, в прошлом году мы создали агентство по развитию туризма «Чуваш». Перед ним поставлена серьезная задача по созданию региональной цифровой платформы, так называемого туристического портала. Разработаны и утверждены концепции и государственные программы развития туризма в Чувашской республике. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о совместной работе по реализации еще одного проекта, разработанного и представленного в рамках фронтальной стратегии создания межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» до 2030 года. Минэкономразвитию Чуваши предстоит в этом году привести мастер планирования туристических площадок и центров рунического пути в Чуваши. Таким образом, до 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики, которые выгодно продемонстрируют нашу национальную самообытность, идентичность, позволят погрузиться в рунический контент. Для увеличения туристического потока необходимы яркие события, которые систематически будут проводиться на специализированной площадке. Необходима организация в Чуваши межрегионального конгрессно-выставочного комплекса. Учитывая, что выставки и ярмарки стали заметным и быстрорастущим сегментом рынка, поручаем Минэкономразвитию Чуваши проработать заинтересованными ведомствами все организационно-технические вопросы, связанные с запуском этого проекта. Уважаемые коллеги, сегодня в республике успешно действуют туристические программы детские и культурные, познавательные, этнические, сельские, санаторно-курортные, речные и круизные. Промышленный туризм Поручаю в этом году подключить к проекту и другие предприятия республики, подготовить программы туристических маршрутов для разных целевых групп. Причем объектами промышленного туризма могут и должны стать вновь создаваемые производственные площадки. Это, прежде всего, предприятия резидентов особой экономической зоны в городе Новочебоксарске. Здесь, в частности, планируется создать первый в России завод по производству биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полиоктида. А традиционно считающийся вредным производством химпром превратить в течение ближайших пяти или шести лет в зеленую производственную площадку с замкнутым циклом производства. Сейчас совместно с собственниками предприятия работаем над названной стратегией. В соответствии с заключенными соглашениями, совокупный объем инвестиций якорных резидентов особой экономической зоны в 2022-2025 годах составит более 15 миллиардов рублей. Будет создано более 1 тысячи новых рабочих мер. Здесь надо оговориться, что это только те соглашения, которые заключены на сегодняшний день. Очевидно, как только создастся зона, будут новые резиденты. Необходимый пакет документов уже в правительстве Российской Федерации. Наша задача не допустить сбоев и добиться принятия нужного для нас решения в ближайшее время. Важно продолжить работу по формированию и созданию новых кластеров. Заработавший в прошлом году центр кластеризации смог обеспечить запуск работы в этом направлении. В 2021 году у нас заработал новый кластер производителей высокотехнологичного оборудования АБАТ, который включен в Федеральный реестр промышленных кластеров. В будущем ожидаем появления новых и имеющих большие перспективы кластеров. Это производители изделий для комплексного оснащения помещений, так называемый дверной кластер, а также производители в сфере машиностроения и химии. В зоне внимания правительства Республики, в частности Минпромэнерго Чувашии, должно оставаться в взаимодействии с ведущими корпорациями страны – это Ростех, РЖД, Роскосмос, Россети – на предмет вовлеченности наших ведущих предприятий в кооперационные цепочки как в рамках установившихся взаимоотношений, так и в области новых научных и инновационных разработок. Действующим трём индустриальным паркам в городах Чебоксара и Канаши в течение ближайших лет добавится ещё несколько подготовленных для ведения бизнеса площадок, в том числе вышеназванные особые экономистские зоны в городе Новочебоксарске, индустриальный парк в Баттерском районе, индустриальный парк в городе Новочебоксарске, ряд промышленных площадок, создаваемых частным бизнесом при поддержке Республики и реализованных на принципах государственного частного партнёрства. В Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвитием Чувашии уже в текущем году надо приступить к созданию единой управляющей компании по данному направлению. Чувашия стала, коллеги, также первым регионом России в прошлом году в сложнейших конкурсных условиях, который заключил соглашение о реализации специального инвестиционного контракта 2.0. На территории Республики планируется реализовать проект по локализации в рамках импортозамещения производства тракторной техники малой и средней мощности. Тем самым площадка Чебоксарского тракторного завода не просто пополнится новой производственной линией, но и станет центром разносторонних компетенций машиностроения различного применения. Республика имеет великолепные возможности активного освоения новых так называемых направлений ESG-технологий. Прежде всего, наличие в Республике производства солнечных батарей и технологий использования солнечной энергетики. Считаю целесообразным уже в этом году запустить процесс реализации совместно с крупнейшим в России производителем солнечных модулей ООХВЛ проекта по строительству Республики такой электростанции. Прошу Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвитией Чувашии организовать данную работу. В зоне внимания также должно быть вхождение в пилотный проект по исследованию трансформации углекислого газа в системе воздух-вода через создание карбонового полигона в акватории прибрежной части водохранилище Чебоксарский ГЭС площадью более 200 тысяч гектаров. В числе шести проектов фронтальной стратегии развития Республики мы заявили проект «Волгоэкологический и прерывной регион ESG». В будущем это нам позволит в полной мере использовать свои естественные преимущества и продавать верифицированные углеродные единицы, ну а самое главное или не менее важное еще и улучшить экологию и качество воды в Чебоксарском водохранилище. По поручению президента России проводится масштабная работа по инфраструктурному сшиванию страны. В частности, через Чувашию проходит трасса М-12. Реализация данного масштабного проекта с учетом развитой железнодорожной, автомобильной и водной транспортной инфраструктуры и планирования отлетения Меридиана в районе города Канаша на Казахстан логично поднимает ранее неоднократно обсуждаемый вопрос по созданию логистического хаба в республике, который бы объединил водный, автомобильный и железнодорожный транспорт. Минэкономразвитие Чувашии совместно с Агентством инвестиционного развития необходимо обеспечить проработку и реализацию данного направления незамедлительно. Комфортная, безопасная, экологически чистая среда обитания человека является главным критерием при выборе человека в место жительства, а для правительства республики и органов местного самоуправления главным ориентиром приложения усилий. Стартовые позиции республики по версии Агентства стратегических инициатив достаточно оптимистичны. Чуваша вошла в первую десятку лидеров рейтинга качества жизни в регионах России наряду с крупнейшими агломариациями такими как Москва, Тюменской областью, ну и Санкт-Петербургом, ну и другими регионами, которые также показали хороший результат. Безусловно, еще много вопросов, которые нам предстоит решить для повышения качества жизни наших граждан. Среди проблем, волнующих население, качество оказываемых услуг жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, работа общественного транспорта, качество дорожного покрытия, очистка дорог, тротуаров от снега, несвоевременный, менее качественный вывоз мусора и другие вопросы. Задача органов мастерства – оперативно реагировать на замечания, зафиксированные механизмом обратной связи. Эту работу очень активно в Чувашской республике осуществляет Центр управления регионом, которое также, показывая хорошую работу, занимает хорошие рейтинговые места в Российской Федерации. И нам следует и дальше развивать такие услуги, в том числе через уже работающий портал обратной связи «Инцидент-менеджмент», предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение очень оперативно и участвовать в решении широкого круга вопросов. Жилищное строительство, являясь одним из драйверов экономического развития, выполняет важнейшую функцию в части создания условий жизни по современным стандартам. В прошлом году республика впервые за последние годы выполнила план по вводу жилья, увеличив объемы строительства к предыдущему году на 24%. Перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но и обеспечить их дальнейший устойчивый рост. В прошлом году на опережающую строительство объектов инфраструктуры на площадках комплексной застройки было направлено более 625 миллионов рублей бюджетных средств, созданы необходимые условия для строительства 150 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие годы расходы на данные целы планируется значительно увеличить. В прошлом году правительством России одобрено предоставление инфраструктурно-бюджетного кредита в сумме 3,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на опережающие строительство объектов инфраструктуры на пяти площадках комплексной застройки для строительства более 800 тысяч квадратных метров жилья. Также считаю необходимым переосмыслить градостроительный потенциал республики, уделив особое внимание эффективности освоения выделенных под жилищное строительство земельных участков, а также полноту учета объектов индивидуального жилищного строительства. Для этого поручаем Министерство Чувашии, Минэкономразвитие Чувашии совместно с органами местного самоуправления провести соответствующую инвентаризацию названных объектов. В 2021 году жилищные условия улучшили 4,5 тысячи человек или 1,4 тысячи семей, из которых четверть воспользовались 1,4 тысячи семей. Я оговорился, извиняюсь. Воспользовались новыми механизмами поддержки, запущенных в прошлом году. Это единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса по ипотеке и жилищные сертификаты как детям-сиротам, так и многодетным семьям со семьей и более несовершеннолетними детьми. Предлагаю расширить действия названных механизмов по максимально возможным направлениям, так как практика прошлого года показала удобство для граждан этих механизмов как в части обеспечения доступности жилья, так и в части возможности выбора удобного варианта. Мы поставили задачу досрочно завершить действующую программу по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. В частности, планируется переселить 530 граждан, проживающих в 219 жилых помещениях в 24 аварийных многоквартийных домах общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Это позволит нам уже в 2023 году войти в одноименную президентскую программу по жилью, призванную аварийным на 1 января 2020 года. Здесь уже речь идет о 300 домах, 4 тысяч жителей, в 80 тысячах квадратных метров жилья. Но условием вхождения в новую программу является завершение действующей. В прошлом году в соответствии с решениями президента России в Чувашии дегазифицировано 528 домовладений. Еще 1873 домовладений в плане работы на текущий год. Уверен, эти цифры не окончательные, они, естественно, будут расти. И мы готовы к этой работе. Эти результаты стали возможными благодаря слаженной работе с ПАО «Газпром». Уверен, что эта работа нам позволит в текущем году поставить точку и в очередном долго обсуждаемом вопросе по пуску газа на заводскую территорию города Чебоксары. Это не побоюсь, что этого слова историческое событие положит начало реализации там крупных инвестиционных проектов. Но важно уже сейчас заложить принципы и стандарты развития названной территории как части чебоксарской агломерации. Территория вокруг столицы и республики, где сконцентрировано 75% производственных мощностей, научный и инновационный потенциал, проживает около 60% населения республики, имеет дальнейший потенциал роста. При этом она должна стать локомотивом в вопросах развития отдельных отраслей, центром компетенции для обеспечения необходимым сервисом людей, проживающих на всей территории республики. Нами начата работа с корпорацией Дом.РФ по разработке мастер-плана по развитию чебоксарской агломерации. Это позволит нам закрепить стандарты градостроительного развития территории, реализовать сквозные решения по обеспечению транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктурой. Прошу мистерой Чуваши совместно с вовлеченными в процесс администрациями муниципальных образований реализовать намеченные планы. Не менее значимо благоустройство всех населенных пунктов республики и запуск модернизации устаревших систем коммунальной инфраструктуры, состояние которой напрямую определяет качество жизни наших граждан. Есть случаи, когда их износ оценивается свыше 80%. Речь прежде всего идет об объектах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрических сетях и лифтовом хозяйстве. С прошлого года возобновлено строительство группового водовода Батлевского, Шимусынского и южной части Комсомольского районов. Это стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации. Учитывая, что объект является незавершенным, а строительство начато еще в 2014 году, предстоит привести большой объем ревизионных и пусконаладочных работ уже в текущем году. Считаю важным запроектировать новую схему водоснабжения города Шумерля, реализацию которой необходимо синхронизировать с работами при строительстве трассы М-12. Мы ожидаем запуска федеральной программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ, которая будет финансироваться из фонда национального благосостояния. Чуваша уже подала заявку на получение из фонда средств в объеме 1,2 миллиарда рублей для строительства тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка. В 2021 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды за счет средств республиканского бюджета Чувашии благоустроено почти 230 общественных пространств и дворовых территорий. Примерно столько же ожидается в этом году. В прошлом году мы утвердили единые стандарты благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Стандарты предполагают обеспечить дворы необходимыми элементами комфорта, а также создать общедоступные для групп многоквартирных домов многофункциональные комплексы, обеспечивающие безопасность пользователей и соответствующие установленным стандартам. В этом году запланирована установка не менее 50 многофункциональных детских игровых комплексов с зонированием по возрасту и интересам. На эти цели республиканского бюджета мы направим 500 миллионов рублей. Особого внимания требует функционирование лифтового хозяйства. Изношенность которой республика составляет более 70%. Обновлению подлежат 1883 лифта, отработавшие свой нормативный срок. Минстровичу Ваши необходимо выработать план наших действий с тем, чтобы уже в 2023 году обеспечить модернизацией существенное количество лифтов. В республике успешно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. Это так называемые инициативные бюджетированные проекты. В 2021 году в городах реализованы 40 инициативных проектов, а в селах и деревнях 916 проектов строительства дорог, создания и модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры. На текущий год прошли конкурсный отбор уже 862 проекта. Учитывая многочисленные обращения жителей и глав администрации сельских поселений, считаю возможным увеличить лимит общей стоимости проектов, оно сейчас ограничено, стоимости проектов муниципальных образований с численностью населения свыше 15 300 человек, с ограниченных 10 миллионов рублей до 14 миллионов рублей. Чувашская республика традиционно находится в первой десятке экологического рейтинга. Это важнейшая и одновременно привлекательная для комфортной жизни инвестиционная привлекательность и регионная ценность, доставшаяся нам от наших предков, уважаемые коллеги. Наша задача используя эти преимущества для инвестиционного процесса и развития региона, сохранить соответствующие параметры и характеристики для следующих поколений. В прошлом году в рамках национального проекта «Экология» модернизировали очистные сооружения в городе Чебоксары и запроектировали строительство очистных сооружений в Марийском-Пасадском районе. Более чем вдвое перевыполнили план по лесовосстановительным работам и вошли в число 13 регионов страны, добившихся увеличения лесистости своих территорий до 32%. Главное направление наших усилий – это организация должным образом обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. Если в прошлом году практически в ручном режиме в обозначенные сроки мы выполнили взятие на себя обязательства по ликвидации свалки в городе Канаше, то в дальнейшем мы не имеем права допускать аналогичных сценариев. Минпроводы Чувашии следует более настойчиво ввести надзор в данном направлении и инициировать в случае необходимости дополнительные активности. В частности, в текущем году будет вестись работа на полигоне в городе Ядрино, на очереди ряд других полигонов. Окончательный план действий по данному направлению должен быть сформирован по итогам широкого общественного обсуждения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа ведется с участием публичной правовой компании «Российский экологический оператор». Прошли Минпроводы Чувашии совместно с администрациями муниципальных образований провести всю работу по обсуждению изменений и утверждению окончательного плана действий в течение первого квартала. Возможные направления использования акватории «Волга» в рамках поручений президента по снижению углеродных средств я уже обозначил, коллеги, выше. Состояние дорог и транспортной инфраструктуры наряду с выше обозначенными направлениями имеют приоритетное значение для качества жизни населения. Преводительная договоренность на федеральном уровне позволит претендовать на дополнительные средства в рамках национального проекта безопасной качественной дороги в размере около 1 миллиарда рублей, и Минтрансу Чувашии следует доработать предварительные договоренности и обеспечить пока еще некоторое отставание Чувашской республики в плане достижения нормативных показателей дорог в рамках названного проекта. В этом году должны быть завершены работы по реконструкции улицы Гражданской и начаты работы по многострадальному лапсарскому проезду. Сегодня мы можем говорить, что созданы все предпосылки для начала строительства третьего транспортного полукольца в городе Чебоксара. Прошу Минтрансу Чувашии держать вопросы на контроле и привлекать всех нас по необходимости для достижения намеченных целей. Также не снимается вопрос ликвидации грунтовых разрывов автомобильных дорог между муниципальными образованиями. В текущем году планируем ликвидировать разрыв между Мариинско-Пасадским и Козловскими районами, а далее приступим к другим. Остается острым вопрос безопасности на дорогах. Созданы казенные учреждения Центра организации безопасности дорожных движений Чувашской республики, но динамики в системной работе по обеспечению безопасности движения, честно говоря, пока незаметны. Прошу в кратчайшие сроки Минтранс согласовать все направления работы в этой сфере и начать их реализовывать. Общественный транспорт и пассажирские перевозки требуют полной перезагрузки, уважаемые коллеги. В этой связи запущена работа по транспортному планированию, что должно стать основой реформирования данной сферы. Благодаря личной инициативе нашего куратора по индивидуальной программе социально-экономическое развитие Мантурова Дениса Валентиновича и поддержке председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича в прошлом году мы получили 68 новых троллейбусов и 3 судна на подводных крыльях Валдай-45Р. Минтрансу Чувашии предстоит обеспечить в текущем году начало межрегиональных пассажирских перевозок по Волге, а также завершить разработку стратегии пассажирских перевозок республики и начать активно ее реализовывать. Кроме того, в 2021 году правительство Российской Федерации включило республику в число 16 пилотных регионов по развитию электротранспортной инфраструктуры, что на ближайшие 5 лет даст нам возможность серьезно увеличить количество транспортных средств на электрической тяге. Поручаем Минпромэнерго Чувашии разработать схему перспективного развития зарядной инфраструктуры на территории республики. Работа необходима синхронизировать с модернизацией тяговых постанций для обеспечения стабильных перевозок жителей городов. Особую обеспокоенность вызывает республики нелегально работающие такси. По оценкам экспертов, таких 80% всего рынка. Помимо правовых, налоговых и морально-этических нарушений со стороны таких таксистов, главная угроза – нарушение правил безопасности перевозки пассажиров. В текущем году ждем полного преображения воздушных ворот Чувашии международного аэропорта имени Андрея Горьевича Николаева. Мы фиксируем увеличение направления и количество рейсов, и, как следствие, рост пассажировопоток. Здесь нам очень важно поработать и обеспечить обновление технической оснащенности, обеспечения полетов на территории, вернее, нашим аэропортом совместно с управляющей компанией и Росавиацией. Уважаемые коллеги, любым процессом необходимо управлять. Управлять так, чтобы реализовать возможности, нивелировать риски, устранить угрозы и создавать перспективы. В последние два года органы исполнительной власти в корне поменяли подходы к своей работе. Как это принято сейчас говорить, прошли серьезный путь трансформации. Прежде всего, проводилась и проводится работа по обеспечению вовлеченности государственных служащих во все процессы. Вместе с Государственной корпорацией по атомной энергии Росатом в рамках проекта «Эффективный регион» в вестившем году мы взяли курс на повышение эффективности процессов органов республиканской и муниципальной власти. Речь фактически идет о формировании новой системы ценностей и новой корпоративной культуры государственного управления, нацеленной на удовлетворение запросов и ожиданий главных заказчиков нашей с вами работы, жителей Чувашской республики. Кроме того, выбраны направления централизации функций, которые в виде сервиса обеспечивают деятельность всех органов исполнительной власти. Это бухучет, закупки, хозяйственные и транспортные обеспечения, информационные технологии, кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала, антикоррупционная деятельность. Такой подход за короткий период обеспечил создание центров компетенции, повышение уровня сервиса и уменьшение затрат на условную единицу, что позволило высвободить около 527 тысяч человеко-часов рабочего времени, которые, естественно, мы направим на иные функции и, главное, существенно сократим время оказания государственных услуг. К примеру, за счет исключения некоторых административных процедур, автоматизации процессов и внедрения экстратурального приема вне зависимости от места проживания и прописки, стало возможным сократить время предоставления социальных услуг Минтруда Чувашии в офисах в МФЦ с 48 часов до 2 часов. Задача на 2022 год – завершить процедуру формирования и сопровождения кадрового резерва органов исполнительной власти в соответствии с передовыми отечественными и мировыми стандартами. Эту работу мы ведем очень плотно с Российской Академией Народного Хозяйства и Государственной Службой. В прошлом году у нас были созданы два муниципальных округа. Одноуровневое муниципальное образование, несомненно, имеет больше плюсов, чем минусов. Для людей важно, чтобы дела делались качественно и быстро. Чем больше уровней, тем больше размывается ответственность. Предварительные итоги показывают и существенное улучшение администрирования процессов и увеличение уровня оплаты труда муниципальных служащих. В настоящий момент аналогичный путь выбрали и другие муниципальные районы. К тому же федеральное законодательство развивается тоже в таком ключе. Прошу Центральную избирательную комиссию и администрацию главы Чувашской республики оказывать полное содействие коллегами из муниципалитетов в этом непростом вопросе. Цифровизация и цифровая трансформация – это не просто слова и даже не перевод в электронный формат каких-то процессов. Это, прежде всего, фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникаций. Цифровая трансформация имеет серьезное значение для повышения уровня государственного управления, экономического потенциала Чувашской республики, привлечение дополнительных инвестиций в регион, создание новых высокопроизводительных рабочих мест в развитии социальной сферы. В прошедшем году мы с вами проделили колоссальную работу по подготовке и защите стратегии и программы цифровой трансформации. В результате Чувашия вошла в первую тройку регионов России по количеству представленных 128 проектов в 17 отраслях. Сейчас очень важно их активно реализовывать. Это, прежде всего, такие направления, как централизация деятельности МФЦ, которая позволяет не только сократить количество документов для получения государственных и муниципальных услуг, она повысит их доступность по экстратуральному принципу, то есть без привязки к месту регистрации. А вот сервис ТелемФЦ показал себя не только удобным для пользователей, но и покорил экспертов на межрагональном конкурсе IT. Разработанный проект ТелемФЦ позволяет вовлечь систему поддержки и развития бизнеса в широкую сеть офисов МФЦ по всей республике, тем самым обеспечить доступность форм поддержки не только в цифровом формате, но и посредством личного, дистанционного общения предпринимателя со специалистом. В текущем году ставлю задачу полномасштабно внедрить этот сервис, в том числе для удаленного оказания услуг и онлайн-консультации предпринимателей, а также использовать формат ТелемФЦ для оказания правовой онлайн-помощи гражданам, что позволит сократить время на получение бесплатной юридической помощи в республике. Предстоит запустить и отраслевые проекты. К примеру, в сельском хозяйстве необходимо обеспечить вхождение в национальную платформу цифрового сельского хозяйства, создание централизованной цифровой платформы племенного животноводства, запуск цифровой платформы доставки фермерской еды в свое родное, в транспортной отрасли внедрение в 2024 году интеллектуальной транспортной системы, в энергетике пилотирование проекта «Цифровой комплексный энергорайон», трансформационный цель которого в оптимизации процессов по поставке и потреблению энергетических ресурсов. В сфере безопасности жизнедеятельности построение регионального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» как комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и среды обитания. Отдельным значимым направлением является цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности. В 2021 году все органы власти Чувашьей республики, реализующие такие функции, перешли на новую цифровую платформу, которая обеспечивает прозрачность, понятность и обоснованность обязательных требований для предпринимателей и, как следствие, формируя среду доверия бизнеса контролирующим органам. Ставлю задачу перед органами исполнительной власти Чувашьей республики и органами местного самоуправления, реализующих такие функции, сместить акцент с проведения контрольных мероприятий на профилактику нарушений. Наказание не должно являться самоцелью. Такой подход будет, на мой взгляд, эффективным, позволит снизить избыточно административное давление на бизнес и создаст равные условия для ведения бизнеса. В целях организации эффективной технологической поддержки информационного и экспертного аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений, повышения уровня информированного, информационного взаимодействия органов государственного, регионального и муниципального управления считаю важным создать ситуационный центр главы Чувашьей республики. Но еще более важным направлением нашей работы является обеспечение высокоскоростным интернетом все населенные пункты Чувашьей. Только так мы сможем обеспечить доступность всех вышеназванных благ каждому жителю. Мы говорили об этом и в прошлом году, ставим задачу решить данный вопрос к 2024 году включительно. Уважаемые коллеги, даже в условиях развитой экономики, комфортной среды обитания, вопросы поддержки людей и семей остаются важной государственной задачей. В действующем законе о бюджете Чувашьей республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере 4% согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля, а это на 8,86%, которое сложилось в Чувашьей республике, исходя из индекса потребительских цен за прошедший период. С прошлого года начата реализация механизма осуществления всех социальных выплат по принципу социального казначейства. Причем президентом России ставится задача на основе данных личного профиля проактивно доводить до граждан информацию по положенных мерах государственной поддержки. Минтру Чуваши совместно с Минцифрой Чуваши прошу представить дорожную карту реализации названной задачи. Институт семьи и брака – наша безусловная ценность, которая обеспечивает устойчивость общества. Бережное сохранение многовековых традиций и устоев культуры и языка. Поэтому наша задача состоит в популяризации этого института в семейной поддержке семьи. В прошлом году мы единовременно улучшили жилищные условия семей, имеющих 8 и более детей. Освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Обеспечили с этого учебного года детей из многодетных малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах. Приняли и ряд других решений. Считаю правильным продолжить эту практику в соответствии с поручениями президента страны, которые нас нацеливают выстраивать цельную систему, которая позволит вывести людей из сложных жизненных ситуаций. Также хорошим подспорьем популяризации института семьи и ее поддержки станут создаваемой на базе социально-реабилитационных центров консультативно-методические центры «Мой семейный центр». В текущем году планируется открыть два таких центра в городах Шумеля и Чебоксар. Радует, что тема семьи поддержана и общественным движением. Так, двумя общественными организациями, это «Союз женщин Чувашии» и «Совет отцов Чувашии» реализуют проект «Вместе навсегда. Высшая цель семейной жизни». Он организован в сервисе своевременной профилактики разводов и укрепления семейных отношений, формирование ответственного родительства, возвращение ценностей материнства и отцовства. Эффект налицо. В прошлом году после встречи с парами 33% из них отказались от развода. Я считаю, что надо продолжить поддержку таких общественных инициатив. Кроме того, значимой для государства и общества задачей является создание условий для активного долголетия, поддержание и сохранение здоровья старшего поколения, его активное вовлечение в общественную и волонтерскую деятельность. С этой целью на базе Центра социального обслуживания реализуется проект «Мой социальный центр». В прошлом году открыты пять таких модельных центров в АллатРе, Козловке, Чебоксаров, Шумеле и Новочебоксарске. В них организуются занятия физической культурой, художественным творчеством, обучение компьютерной и финансовой грамотности. В течение года планируется реализовать проект еще в трех районах республики – в Канашском, Чебоксарском и Ядровском районах. В числе приоритетных направлений – государственная поддержка инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, создание для них оптимальной среди жизнедеятельности и равных возможностей. В стиле увеличения количества детей из районов и городов республики, охваченных реабилитационными услугами, планируется модернизация реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также в 2022 году перед нами стоит задача приступить к апробации пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидов молодого возраста, проживающих в сельской местности, в форме социального заказа. Поддержка людям зачастую требуется и в вопросах поиска работы, переквалификации и трудоустройства. Наши центры занятости многое делают для помощи людям, потерявшим или по иным причинам ищущим работу. В частности, успешно реализуются социальные контракты. В свете объявленного на федеральном уровне конкурса для вхождения в пилотный проект по комплексной модернизации центров занятости населения и преобразования их в кадровые центры под единым брендом, отвечающих современным требованиям к качеству предоставления услуг в формате 24 на 7, как для работодателей, так и для соискателей считаю важным в этом пилотном проекте Чувашьей Республики. В итоге мы с вами сможем получить и современные удобные сервисы для людей, и комфортные условия работы для сотрудников этих центров. Не менее значимы действенные меры по народосбережению, укреплению его здоровья, созданию условий для активного долголетия наших граждан. Уважаемые коллеги, два года, как мы с вами столкнулись с неизвестным до этого вызовом новой коронавирусной инфекцией. Пандемия потрепала нас по различным направлениям. Ситуация все еще остается очень напряженной. Мы сами это почувствовали, готовясь даже к этому мероприятию. Набирает обороты пятая волна. Конечно, мы пройдем этот сложный жизненный этап, обязательно укротим эту заразу. Вопрос, какой ценой? Наши врачи борются за жизнь каждого пациента, есть ключи исцеления со стопроцентным поражением легких, но всегда чудесные бывают. Мы от всего сердца благодарим врачей и восхищаемся их мужеством и стойкостью в борьбе с пандемией. Они находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь. Но сегодня, на мой взгляд, самое действенное спасибо – это приход в пункты вакцинации. Инструмент защиты, доказавший свою эффективность, есть – это вакцина. Но, к сожалению, в силу разных убеждений, не все выбирают проверенный вариант защиты себя и близко. Многие из них потом уже на больничной койке жалеют обет. Ко мне лично поступило уже сотни аналогичных писем и сообщений. Призываю всех, кто пока не вакцинировался, не тянуть, а тех, кто уже давно вакцинировался, пройти ревакцинацию. За последние два года мы с вами проделали огромную работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, научились жить и работать в новых условиях. Справились вместе благодаря нашему единству и многочисленным решениям по поддержке людей и бизнеса главы государства Владимира Владимировича Путина. Хочу поблагодарить жителей Чувашии за проявленное терпение и понимание. Еще раз выражаю слова признательности всем медицинским работникам. Ваш труд бесценен благодаря вашей самоотвержденной работе с последней тысячей жизнью. Надежным и мощным партнером в этот сложный период проявило себя волонтерское движение. Представители самых разных профессий, сфер деятельности вовлеклись в эту важную работу. Спасибо всем. Еще в 2020 году, принимая во внимание всю тяжесть последствий перенесенной болезни, мы запустили программу реабилитации переболевших. С прошлого года аналогичная программа запущена федеральным центром. С учетом наработанного опыта и расширяющихся возможностей прошу Министерства Чувашии проработать варианты увеличения охвата реабилитации переболевших, а также меры по обеспечению доступности реабилитации жителей сельской местности. Важно, что даже в условиях пандемии, уважаемые коллеги, мы с вами реализовали и продолжаем работать над планами развития отрасли здравоохранения, ну и по всем другим направлениям также я вам довел информацию. Так, в 2021 году построено 53 новых фельдшерско-акушетских пункта, в том числе и в удаленных селах и деревнях. Комплексно отремонтировано 14 объектов здравоохранения, введена в эксплуатацию врачебная амбулатория Сележа Гордана. Начато строительство еще с шести. Также полностью выполнена федеральная программа обновления детских поликлиник. В этом году программа будет не менее масштабной. Запланирован ремонт 52 зданий больниц и их подразделений на селе. Приступаем к строительству крупной многофункциональной поликлиники в Канарском районе. Минздраву Чувашеву прошу не сбавлять темпы работы по поддержанным президентом России стратегическим для республики объектам, новому больничному комплексу и инфекционному корпусу республиканской клинической больницы, а также новому корпусу республиканского клинического онкодиспансера. Помимо развития инфраструктуры, обеспечения наших жителей качественной медицинской помощью в целях народосбережения особое внимание следует уделить и решительным действиям в борьбе с родственной смертностью от меньших причин, не связанных со здоровьем человека. К примеру, на треть увеличилось число утонувших. Несмотря на снижение количества пожаров, за последние два года фиксируется рост количества групповых случаев, в которых гибнет от двух до шести человек. Настораживает, что почти в половине случаев причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Трагический случай произошел в апреле прошлого года в Канарском районе. Из-за неосторожности при сжигании мусора на своем приусадебном участке погибла женщина, упав в костер. Важным ресурсом укрепления здоровья и профилактики является, естественно, уважаемые коллеги физической культуры и спорта. По числу граждан, систематически занимающих физическую культуру и спортом, а это практически каждый второй человек, занимает 22 место по России и 5 место в Приворожском федеральном округе. А по уровню обеспеченности населения по спортивным сооружениям, это у нас почти 80%, мы опережаем среднероссийский показатель на 21%. Важно прививать тягу к спорту и физической активности с раннего возраста. У нас действуют такие проекты, как самбо-школе, шахматы-школе, футбол-школе и другие, благодаря которым каждый школьник может реализовывать себя в доступных и массовых видах спорта. Считаю, что хорошим по сферам могут стать республиканские программы по доведению футбольных полей в районах и городских до единого.